Более 200 следователей в 11 городах России расследуют дело сенатора Арашукова. Следственная группа из 200 человек одновременно начала работу в 11 городах России по уголовному делу, в котором фигуирует член Совета Федерации от Карачаева Черкесии Рауф Арашуков. Об этом заявила пресс-служба СК РФ в среду, 30 января. СК показал видео задержание отца Арашукова. Следственная оперативная группа из более 200 следователей и оперативных сотрудников ФСБ проводит мероприятия обыски и другие следственные действия одновременно в 11 городах, цитирует ТАСС-сообщение. Над расследованием дела и раскрытием других эпизодов преступной деятельности работают более чем в пяти регионах страны, уточняет сайт. КП.ру Ранее 30 января СК РФ предъявил Рауфу Арашукову обвинение. Сенатора подозревают в целом ряде преступлений. Расследование в отношении политика будет вестись сразу по трем статьям – убийство, участие в преступном сообществе и давление на свидетеля. В ведомстве сообщили, что Арашуков причастен к убийству зампредседателя общественного молодежного движения ДГХС КЧР Аслана Жукова и к убийству советника президента КЧР Фраля Шибзухова, а также к ряду других преступлений. Позже адвокат потерпевшей стороны Илья Лебедев сообщил, что, по информации близких к следствию источников, Арашуков может быть причастен к организации убийств еще двух человек, совершенных в КЧР – экс-руководителя СИЗа города Черкеска Хасана Джанаева и охранника-помощника главы администрации президента РФ, ныне покойного. Ред – Назира Хабсиракова а-ля Фаунова. Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации из опасений, что он может скрыться. Источник известий сообщил, что сенатор не смог спуститься вниз, так как были отключены лифты. По информации издания, генпрокурор РФ Юрий Чайко зачитал положение о снятии с сенатора неприкосновенности, после чего его вывели из зала. Журналистов не пустили в зал, заявив, что сенаторы решили обсудить вопрос в закрытом режиме. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец члена Совета Рауля Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям природного газа компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.